На базе Российского университета Дружбы Народов состоялось выездное заседание Общественного Совета при Федеральной Миграционной Службе России, в котором приняли участие директора Центров языкового тестирования московских вузов, профессора и преподавателя РУДН, а также представители ФМС России. Главный вопрос на повестке дня — комплексный экзамен по русскому языку, основу законодательства и истории Российской Федерации для иностранных граждан. Вы все знаете, что за последние годы, безусловно, стратегическим ориентированным в сфере реализации миграционной политики, это была концепция государственной миграционной политики до 2025 года, которая утверждена на самом высоком политическом уровне. В связи с этой концепцией, это были цели миграционной политики и основные направления работы в сфере миграции. Одно из основных направлений, которое утверждено в концепции государственной миграционной политики — подтверждение знаний иностранными гражданами русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. Работа предстоит очень большая, она сейчас делается. Даже по самым скромным подсчетам у нас должны сдать комплексный экзамен не менее 4 миллиона человек. Я имею в виду тех иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации, как по разрешениям, так и по патентам. Те иностранные граждане, которые противуют на получение разрешения на временное проживание, вилла на жительство и так далее. Цифра значительная, работа проводится большая, отметил председатель общественного совета при ФМС России. В 115-й Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан внесены соответствующие дополнения, в соответствии с которыми Министерство образования и науки принят ряд подзаконных актов и приказов, регламентирующих эту деятельность. Как вы знаете, это 5 базовых русов, 3 в Москве, 1 в Санкт-Петербурге и 1 на Дальнем Востоке. И эти базовые русы, они создают локальные центры, которые проводят классальный объект работы. Российский университет Дружбы народов ведет активную деятельность в этом направлении. Разрабатываются экзаменационные задания, программа обучения, функционирует центр тестирования. Именно поэтому РУДН был выбран местом проведения заседания Общественного совета ФМС России по проблематике подготовки и сдачи комплексного экзамена для иностранных граждан. Екатерина Гульбина, Новости ТВ РУДН. Субтитры создавал DimaTorzok